Так, друзья, всем привет! На связи Денис Фетисов. Очень актуальный вопрос мы затронем в этом ролике. Стоит ли инвестировать во вторичку для сдачи в аренду? Прежде чем отвечу на этот вопрос, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Первым вопросом вы должны задаться себе, стоит инвестировать всегда в то, что приносит прибыль. И от этого нужно отталкиваться. Кто-то говорит, что первичная недвижимость актуальна, вторичная недвижимость вымирает. Я с этим категорически не соглашусь, по крайней мере в Украине точно. Развиваем мы массу проектов и при том инвестиции во вторичную недвижимость не одну сотню тысяч долларов сейчас происходят. И поэтому у меня есть, исходя из этого, из опыта вам сказать что-то о вторичной недвижимости. Я рекомендую вам поступать следующим образом. Всегда любой проект раскладывайте на плюсы и минусы. Как вторичную недвижимость, так и первичную недвижимость. Это точно вам поможет понять, где больше плюсов, где больше минусов. Вот прям прописывайте это все. То есть напишите там вот это, вот это, вот это плюсы, вот это, вот это, вот это минусы. И таким образом у вас будет гораздо лучше представление о том или ином объекте, в который можно инвестировать и так далее. Большая часть людей говорит о том, что в первую очередь учитывайте локацию. И я с этим соглашусь. То есть в первую очередь во вторичной недвижимости это ее основной триггер, на который стоит обратить внимание. Конечно же локация. Но не менее важным триггером является доступность в цене для клиента. Если вы в начале это не будете учитывать, когда вы будете инвестировать во вторичную недвижимость, вы не будете знать, кому вы потом дальше будете сдавать этот объект и по какой цене, какая квадратура, что ему нужно и так далее, тогда ваша локация в принципе не имеет значения. Потому что вы должны понимать, что сегодня важным фактором для людей является доступное жилье по хорошей цене. И к примеру, даже если вы выбираете объект недвижимости, вторичку, в центре города, в хорошей локации, платите большие деньги, у вас ощущение, что вы теперь должны поднять цену и ее поставить такой, чтобы просто там, ну космос, зарабатывали деньги, потому что вам же нужно купить. На самом деле так делать не нужно. Я бы рекомендовал вам делать по-другому. Вы точно должны понимать, что на вторичном рынке недвижимости объекты можно находить как дешевые, так и дорогие, как выгодные, так и невыгодные. Ваша задача найти всегда выгодное предложение. Оно должно очень сильно отличаться от рыночной цены. И вот когда вы научитесь находить объекты, которые будут гораздо ниже рынка, тогда соответственно и на реализацию этого проекта меньше затрат у вас будет на инвестицию. И вы меньше сможете брать с клиента, то есть средний чек будет ниже, когда будет при аренде. Соответственно поток людей гораздо больше, соответственно вы учли много факторов. И тогда вам сдавать гораздо проще будет. Вы должны понимать, что доступное жилье для каждого это приоритет. Вот это важно заметить. Чем-то вторичная недвижимость, конечно же, уступает первичной недвижимости. Но это не значит, что полностью все. Я вам точно говорю, что это не так. Потому что локация имеет очень высокое значение. И на это нужно делать акцент при выборе вторичного жилья. Она может легко покрывать первичный рынок, при том, что на первичном кажется все красиво и упаковано. Ну, конечно же, я рекомендую всегда обращать внимание на категорию, когда вы подбираете еще объект вторичной недвижимости. Вы должны обращать внимание не только на саму квартиру, ее состояние и так далее. Вы должны понимать, какой здесь район в целом, какой дом, какой подъезд, состояние, какие жильцы и так далее. Много вот этих вещей нужно понимать и замечать. Потому что вы все-таки будете предоставлять жилье. Не просто квартиру с вертолета запускать будете от человека через горище. Вы будете все-таки его по пути какому-то вести к вашему объекту. И это тоже картинка, это представление имеет очень высокое влияние на человека. Поэтому это учитывайте. Очень важно. Следующее, конечно же, учитывайте то, что вам нужно понимать, на какой средний чек вы идете. Какой спрос есть на подобную недвижимость, которую вы хотите сдавать, нужно заранее этот спрос знать. И таким образом будет лучше картинка и представление у вас в будущем. Потому что если в ранней стадии перед инвестицией вы не обращаете на это внимание, дальше вы набиваете массу ошибок и ваша инвестиция становится дорогой, невыгодной. И потом сложно очень ее запускать. Поэтому я рекомендую в начале пути на это обращать внимание. Также очень важно проанализировать, какой вариант аренды вы в будущем планируете запускать в этом объекте. То есть это будет под посуточную сдачу или же это будет под долгосрочную сдачу. Это будет объект сдаваться в том состоянии, в котором он есть. Или же вы немножко сделаете ремонт и сдадите его так, как есть. Или же вы произведете здесь полную реконструкцию, ремонт и так далее. И сдадите его меньшими частями с разбивкой какой-то. Все эти вещи нужно учитывать заранее. Только так можно прийти к результату. Вы должны обращать внимание всегда на три вещи. Как выгодно приобрести объект. Как выгодно реализовать этот проект и в кратчайшие сроки. Потому что сроки играют ключевую роль. И как выгодно сдать клиенту. То есть три вещи везде выгодно, выгодно, выгодно. Вот это нужно учитывать во вторичном рынке. Пишите ваши вопросы, задавайте их здесь под видео. Обязательно буду отвечать на ваши вопросы. До встречи в новых роликах.